Ставить лайки нашему каналу не только безопасно, бесплатно, но и очень полезно и нужно. Потому что когда вы лайкаете, комментируете или подписываетесь на наш канал, тем самым вы вместе с нами продвигаете его в системе YouTube. Это важно. Больше людей увидит это видео, больше в нем поучаствует и так далее. Кроме всего прочего, мы безумно благодарны за каждый рубль, который вы жертвуете нам. К сожалению, сделать это можно только одним способом. Мы в каждом номере наших программ и в каждом описании под видео указываем наш расчетный счет. Так что спасибо заранее. Сегодня у нас необычайно обширный раздел того, о чем нам не сообщит БСТ. И начнем с того, что Республика Башкортостан опустилась на сороковое место по среднедушевым расходам в Российской Федерации. И в среднем расходы на жителя Республики Башкортостан составили 27 800 рублей. Пока Хабиров в прямом смысле проедает более 4 миллионов рублей в месяц бюджетных денег, жители Республики Башкортостан теряют доходы и стараются экономить, тратят все меньше и меньше. Соответственно, как-то мы движемся в разном направлении. Стыдливо умолчит БСТ о ситуации в 21 больнице, где больные сообщили о вопиющем случае того, что им было рекомендовано самостоятельно эвакуировать тело соседа по палате, умершего соседа по палате. Либо была представлена альтернатива оставаться с ним в одном помещении, потому что не хватает персонала для выноса умерших из палаты. Ну, совершенно, конечно, безумная история. Не знаю, как на нее среагирует Минздрав. Наверное, что-то надо делать в 21 больнице. А еще из официальных источников мы не узнаем о том, что на столь разрекламированном Министерством ЖКХ форуме «Управдом» случился такой интересный казус, если не сказать, скандал. Одна из жительниц Уфы прямо на этом форуме встала, подошла к столу президиума и вывалила на этот стол обломки потолка подъезда прямо перед вице-мэром Кожевниковым. Ну, тем самым, демонстрируя Министерству ЖКХ и мэрии Уфы то, с каким качеством производится ремонт подъездов в Уфе, ну, тоже, как скажем, такой яркий перформанс. Сейчас неожиданно вице-мэру пришлось столкнуться с мнением граждан о том, как они оценивают качество его работы и работы Министерства ЖКХ. И, в общем-то, не получилось вот этого хвалебного мероприятия, где все демонстрируют единство народа и Министерства. Не особенно заостряют внимание официальные СМИ Башкирии и Уфы на том, что на этой неделе у нас опять в очередной раз поднялась цена на проезд в электротранспорте. Причем рост составил целые 20%. С 25 рублей до 30 выросла стоимость поездки в трамваях и троллейбусах. Ну, в Уфе, как известно, электротранспорт в глубочайшем упадке. Ни республиканские, ни городские власти не предпринимают ничего эффективного для того, чтобы каким-то образом вывести из кризиса МОЭД. Он уже довольно давно пребывает в состоянии банкротства. И меня, честно говоря, очень беспокоит то безразличие, которое демонстрирует власти миллионного города и четырехмиллионной республики к состоянию электротранспорта в столице республики. Нелицеприятных новостей, которые отсутствуют в официальных СМИ, тем, что жители республики Башкортостан и жители Уфы подняли на смех ситуацию с использованием пожарного вертолета. После вот этого достопамятного пожара на колхозном рынке стало известно, что вертолет был все-таки поднят и продемонстрированы все его возможности уже тогда, когда пожар был потушен по факту. То есть утром закончили тушение пожара, а днем подняли вертолет и под камеры показали, как он умеет летать и как он умеет мощной струей смывать остатки товаров несчастных коммерсантов, которые там и так пострадали на многие миллиарды рублей. В общем, конечно, показуха в Кубе. Пришлось показывать, как же за этот миллиард рублей у нас теперь прекрасно летает этот вертолет, потому что Хабиров и его товарищи не устают доказывать необходимость его приобретения. Все больше и больше становится понятно, что покупая этот аппарат, Хабиров вовсе не беспокоился о пожарной безопасности, а делал приятное хозяевам предприятия, которые выпускают эти вертолеты и которые не могут никому их продать. Начнем с того, что Хабиров внезапно и без объяснений изменил формат своего присутствия и участия в газовом форуме в Санкт-Петербурге. Мы знаем, что все четыре года присутствия самого Хабирова в республике в качестве главы он демонстрировал крайнюю степень раболепия перед Газпромом и его структурами, и вдруг вот что-то такое происходит резкое. По крайней мере было заявлено о том, что отменено участие Хабирова в мероприятиях форума. Мы не знаем достоверно, был ли он там физически или не был, но мы в ближайшее время об этом узнаем. А также совершенно нетипично то, что на этом форуме отсутствовал стенд Башкортостана. Там были представлены некоторые предприятия Башкортостана, но стенда самой республики там не было. Мы помним, с какой помпой и с каким шиком и на какие огромные суммы выставлялись стенды на предыдущих форумах, так что здесь что-то очень странное. А еще на минувшей неделе бурно обсуждалась отставка полномочного представителя при президенте Российской Федерации в Москве, представителя республики Башкортостан Сергея Грекова. Как-то очень неожиданно прозвучало, что он уходит в отпуск, а потом в отставку. И вот буквально уже в субботу утром стало известно о том, что он, дескать, точно ушел в отставку. Причин здесь я вижу несколько. Ну, первая такая самая очевидная, которая просится, это то, что даже Хабирову стало понятно, что ловкий делец и отец-молодец Сергея Греков совершенно при этом ни к чемушник в области администрирования и управления республикой. И совершенно непонятно, зачем его вытащили и поставили на эти должности. И мэром сделали, потом вице-премьером и полномочным представителем республики. В общем, нигде мы никаких вообще дел, хоть сколько-нибудь заметных от него не увидели. Ну, возможно, Хабирову пришло это осознание, он принял такое решение. Но, возможно, отставка связана и с тем, что Сергей Греков неким образом взаимодействовал с арестованным в Москве родственником Хабирова Романом Бабаяном. И, возможно, это взаимодействие каким-то образом сказалось на его карьерной ситуации. Также я вполне допускаю, что Греков, ну, как бы поставил не на ту лошадь. А именно усомнился в устойчивости позиции Хабирова в республике, обладая некой московской информацией. Может быть, он что-то там где-то около Кремля или рядом услышал. Возможно, и это причина его отставки. Вполне допускаю, что Греков вильнул хвостом и решил сам, значит, слиться. Ну, и самый такой простой вариант, это как бы то, что закончился вот этот период передержки мэра-неудачника на новой почетной должности. И теперь эту должность нужно предоставить какому-нибудь новому очередному своему никчемушнику, который там посидит и, как говорится, попу погреет. Так уж получилось, и традиционно получилось, что в наших выпусках мы достаточно редко затрагиваем какие-то культурные события, аспекты, мероприятия в республике. Ну, вроде как, не наш профиль. Однако, мимо вот этого мероприятия, о котором мы сейчас поговорим, я, конечно, пройти мимо не мог. В Уфе случилась уже вторая в этом году выставка замечательной художницы Евгении Васильевой. В прошлый раз Евгения Васильева осчастливила столицу Башкортостана своей выставкой 1 февраля текущего года. В тот раз как-то все не зашло. Граждане осмеяли творчество выдающейся художницы. Как-то очень холодно она была принята художественным сообществом республики. Настолько холодно, что пришлось даже уволить директора национального музея, где власти Башкортостана любезно предоставили ей площадку для этой выставки. В общем, как-то все прошло так скомканно, несмотря на то, что власти прямо в захлеб хвалили, рекламировали Евгению Васильеву, что она великая художница и бла-бла-бла. Видимо, в утешение ей за счет бюджета купили ее замечательных гениальных работ, включая вот эту фундаментальную работу «Бурзианская пчела» аж на целых 25 миллионов рублей. Ну, понятное дело, что не стоит сомневаться в том, что тогда помещение национального музея под выставку тоже было представлено абсолютно бесплатно. И все сопутствующие мероприятия, банкеты и прочие-прочие пышные мероприятия были, конечно же, тоже за наш с вами счет, за счет бюджета. Но первый раз, как говорится, пошел блин комом. Сейчас, уже вот сегодня, выставка «Выдающиеся художницы современности» проходит ни много ни мало, а в Национальном художественном музее имени Нестерова. Более того, она еще и приурочена к 160-летию самого Нестерова. Ну, в общем, я не знаю, насколько интенсивно выдающийся художник 20 века Нестеров вертится сейчас в гробу, но, тем не менее, вот к 160-летию его рождения приурочена выставка госпожи Васильевой. Жители Уфы могут насладиться работами Евгении Васильевой, ну, вполне за умеренную плату. Вот, например, работа «Бабушка Яга» летит на ступе и «Солнышко тоже я нарисовала». Ну, это условно мое название, можете наслаждаться вместе с нами. Есть у Евгении Васильевой и высокодуховные, религиозные работы, посвященные Иисусу и Деве Марии. Я не знаю, найдутся ли среди истинно верующих и воцерковленных людей, желающие написать заявление в полицию на счет того, что оскорблены их религиозные чувства, но, в принципе, я допускаю, что такое вполне возможно, потому что настолько вольная интерпретация иконописи и духовной живописи, она, конечно, не может не задеть за живое истинно верующего человека. Имеется в портфолио Евгении Васильевой и смелая обнаженка. Например, вот эта женщина в пруду. В своем творчестве Евгения Васильева не оставила без внимания и известных людей. В изобилии и портреты любимого мужа. Напомню, что мужем выдающейся художницы Евгении Васильевой является экс-министр обороны Анатолий Эдуардович Сердюков, ныне занимающий пост председателя Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации, куда, собственно, входит и нашу Уфимского МПО. Судьба чудесной художницы, конечно, непростая. Она по совместительству еще мошенница, уголовная преступница, осужденная судом, отбывшая наказание. Смошенничала она, будучи сотрудником Министерства обороны, где работала вместе со своим мужем Анатолием Сердюковым. Отбыв уголовное наказание, Евгения Васильева погрузилась в искусство. И теперь вот настолько близка к властям некоторых регионов Российской Федерации, что выставляется в центральных музеях этих регионов. Ну, закончим обзор ее работ, например, на мой взгляд, очень удачным автопортретом, который, в принципе, меня даже как-то улыбнул. Поразительным культурным событием в республике Башкортостан и Уфе у меня есть несколько вопросов. Первый вопрос я сформулирую так. Вот восторги Хабирова и его черни – это просто бескультурия или попытка все-таки завоевать расположение большого человека через услуги его жене. Слишком уж все это откровенно. Второй вопрос будет таким. Обязан ли бюджет республики Башкортостан раскошеливаться на десятки миллионов рублей каждый раз, когда какая-нибудь очередная мошенница от скуки на домашнем аресте вдруг возьмется за кисти и начнет покрывать красками холсты? Потому что на самом деле это выглядит так. Вот эта мадам начала рисовать именно тогда, когда ее засадили на домашний арест и шло следствие по ее уголовному делу, по которому, в конце концов, она была осуждена как мошенница. И финальный вопрос. Приобрел ли Радий Фаритович хоть одну работу Евгении Васильевой за личные средства и украсил ли он свое жилище или хотя бы баню вот этими замечательными холстами? Вот очень важно понять. Мы, республика и бюджет республики, потратили десятки миллионов рублей на то, чтобы Евгении Васильевой удалось реализовать хоть кому-нибудь вот эти свои чудесные работы. Мы предоставили ей бесплатно национальный музей, это тоже не три копейки стоит. Мы купили у нее на десятки миллионов вот этих вот замечательных картин. А вот Радий Фаритович лично поучаствовал в ее, как говорится, благосостоянии или нет? Есть замечательные примеры того, как в России нормальные люди умеют противостоять навязыванию вот этого безобразия. Я говорю, например, о Русском музее, в который было предложено приобрести, настоятельно предложено Министерством культуры, было предложено приобрести работы Евгении Васильевой, и Русский музей отказался приобретать эти работы. Даже когда Васильева в отчаянии предложила бесплатно их передать Русскому музею, ну, хочется барышне присутствовать в Великом Русском музее. И даже тогда экспертная комиссия Русского музея отказалась принять даже в дар вот эти вот, с позволения сказать, работы. Жаль, что складывается ситуация такая, что люди с полным отсутствием художественного вкуса, образования и эстетического восприятия навязывают целые четырехмиллионные республики, то, что они считают хорошим, или то, что им выгодно считать хорошим и красивым, и прекрасным. То есть это, конечно, ужасно. Я надеюсь, что истории расставят все по своим местам, и как бы бездонные подвалы музея имени Нестерова поглотят в определенный момент вот эти вот работы, и останутся они там памятником безобразных времен, которые, ну, вне всякого сомнения, будут называться Хабировщиной. Тем временем в Уфе могучая, но малоизвестная в широких кругах общественная организация «Обманутые дворники» объявила голодовку и потребовала ни много ни мало о отставке ради Хабирова и всего правительства республики Башкортостан. Обманутые дворники заявили, что им не доплачивают зарплату, не обеспечивают их обещанным жильем, а также не выдают необходимый для их непростого труда инвентарь. Примечательно то, что за четыре года присутствия Хабирова в республике это первое требование о его отставке, прозвучавшее публично, и неважно, что оно прозвучало из уст слегка смешной организации «Обманутые дворники», как говорится, лиха беда начала, посмотрим, кто следующим потребует отставки Хабирова. Несмотря на то, как яростно расхваливал Хабиров публично успехи героев-строителей, восстанавливавших социальные объекты в ЛНР, и в этой области умудрился случиться скандал. Мне иногда кажется, что все, чего касается Хабиров, это всегда скандал и неудача. Ну, в частности, группа товарищей, тех самых героических строителей ЛНР обратилась к тому же самому Хабирову с требованием все-таки заплатить им за их работу. Конкретно Салават Давлетбаев, Сергей Паярков и еще некоторые товарищи потребовали у Хабирова оплатить их работу на восстановление школы в ЛНР. Ну, там, конечно, есть какие-то тонкости и нюансы, но, тем не менее, требование прозвучало публично. Они заявляют, что им не заплатили за их работу. Это, конечно, безобразие. Хотя вполне можно допустить, что деньги эти пошли на отдых, например, изможденного трудами в ЛНР духовитого вице-премьера Азамата Абдрахманова, который, как мы знаем, во время как бы поездки в ЛНР оказался в бассейнах элитного курорта Сочи «Роза Хутор» и как-то не очень был похож на защитника интересов сирых и убогих жителей Донбасса. Не утихают скандалы и в сфере народного образования в Республике Башкортостан. Мало того, что очевидным образом многие учебные заведения оказались не готовы к учебному году, так еще, оказывается, массово требуются родителей неких затрат и обеспечения школ и отделов народного образования, например, бумагой. В Уфе, мне вот только стало известно о том, что в 1-й, 21-й, 116-й и еще нескольких других школах такое требование прозвучало, что родители должны приобрести эту бумагу, принести, сдать, предоставить ее то ли школе, то ли отделу народного образования, там все немножко мутно. А вот, например, в городе Благовещенске, что у нас здесь в Башкортостане, в школе на улице Чапаева, там вообще все упростили. Они сказали, ничего страшного, можно деньгами сдать, чего вы по магазинам, может, будете бегать. Напомню, что министр образования Российской Федерации, в свою очередь, перед началом учебного года, заявил о том, что любые поборы в школах, это незаконно и даже где-то граничит с уголовным преступлением. Я не знаю, я не юрист, является ли это уголовным преступлением или не является, но, тем не менее, то, что это вопиющие факты, это факт. Тем временем жители Кузнецовского затона, о которых мы много говорим в последние недели, собрали свыше тысячи подписей и передали эти подписи под своим обращением депутату Государственного собрания Республики Башкортостан Ильгаму Галину, собственно, обратились они с требованием защитить их конституционное право на получение среднего образования их детьми в этом самом Кузнецовском затоне. Родители микрорайона Затон обратились ко мне с просьбой о строительстве новой школы. Вот здесь более тысячи подписей собрали родители и, конечно же, всевозможными усилиями и законодательный орган, и исполнительная власть будем добиваться строительства вот этой школы. Насколько мне известно, уже затеялась некая переписка между депутатом Галином и Министерством образования. Там что-то вяло Министерство образования рассказывает о том, как оно тут уже сейчас будет изыскивать, искать и помогать и ды-ды-ды-ды-ды-ды. Пока какой-то конкретики по поводу концессионного соглашения на строительство этой школы нет. Хотелось бы понять, кому эта концессия может быть предоставлена и кто ее получит, на каких условиях. И самое главное, когда же наконец появится долгожданная школа в Кузнецовском затоне. Несмотря на то, что западные супостаты подключали рекламу практически во всех подконтрольных для них социальных сетях, Хабиров не унывает. Вслед за Прочаковской и ее ресурсами Инцидент Менеджмент Хабиров, видимо, заполучил выгодный рекламный контракт, и на его страничках в социальных сетях появились те же самые рекламные объявления сервиса подбора и изготовления мебели для кухни на заказ. Соответственно, у меня вопрос. Дорого берете, Ради Фаридович, за рекламу? Нельзя ли нам там разместить свою рекламу открытой политики? А то мы очень хотим увеличить свою аудиторию, несмотря на то, что она достаточно динамично растет в последнее время, как всегда, нам этого мало. Так что вдруг, Ради Фаридович, цены ваши не так уж и кусаются, мы готовы разместить свою рекламу у вас на страничках в социальных сетях. Мы продолжаем размещать интересные опросы в нашем телеграм-канале, который также называется, как и канал в YouTube «Открытая политика», а аудитория телеграм-канала в ответ продолжает расти. На этой неделе мы выясняли отношения наших подписчиков к возможной мобилизации Российской Федерации. Очень важный и такой, прямо скажем, страшный вопрос. Почти 900 человек поучаствовало в этом опросе, и удивительные результаты. 49% сказали, что нет, мобилизация России сейчас не нужна. 45% спрятались за мнимым незнанием ситуации и ответили, «А что случилось?». Всего 4%, 38 человек категорически за мобилизацию. И только 2%, 16 человек заявили о том, что они и сами готовы пойти на призывной пункт, и детей своих туда привезти, чтобы их тоже мобилизовали. В общем, интересный результат получился. То есть, напомню, что 49% не считают необходимым мобилизацией Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин